Алена. В Международный день прав Рома АДЦ Мемориал публикует графический рассказ Алена о том, как таборные дети пошли учиться. Эта история о дискриминации в школе основана на реальных событиях, известных нам не понаслышке. Алена, ее маленький брат Шабан, двоюродные Эльза и Григораш собираются в школу. Они живут в цыганском поселке или таборе, где в паре сотен домов живут ромские семьи. Большинство взрослых в поселке едва умеют читать, но их дети мечтают окончить школу. Алена хочет стать учительницей, как ее любимая Анна Петровна, учившая с первой по четвертый класс. Эльза идет в школу впервые. Она мечтает быть доктором. Зимой девочка побывала в районной больнице. Там, в отдельной от других пациентов цыганской палате, было холодно, да и внимания ромским детям уделяли меньше. Эльза тогда поняла, как важно лечить больных детей. Цель Шабана – стать полицейским. По его представлениям, это самые могущественные люди. Когда дети подошли к школе, они заметили, что толпу школьников при входе во двор разделяют. Не цыганские дети идут в большое здание настоящей школы, а ромских малышей направляют к одноэтажной пристройке – цыганской школе. В этой пристройке более сотни детей обучаются в двух небольших классах. Всего три учительницы занимаются там в две смены с учениками младших цыганских классов. Старших ромских детей и вовсе не пустили в школьный двор. Младшие, Эльза и Шабан, направились было с другими детьми в просторное главное здание. Там два десятка хорошо оборудованных учебных помещений. Есть спортзал, библиотека, компьютерный класс, столовая, гардероб, современные санитарные условия, но их отправляют в пристройку, где детям негде даже помыть руки. Нет ни особых помещений, ни методических пособий. Все эти удобства не для цыганских детей. Алена с нетерпением ждала перехода в среднюю школу. Она очень хорошо училась в начальных классах. Теперь ее должны, наконец, перевести в большое здание, где каждому предмету учит отдельный учитель. Выпускники цыганской начальной школы стремятся в общий двор, но ворота школы перед ними захлопываются. Дети остаются на улице, слышат школьный звонок, но не могут попасть на урок. Подростки не хотят отказаться от своей мечты об образовании. Они знают, что учиться в школе их право. Одиннадцатилетние дети протестуют под окнами запертой школы. Директор школы Зинаида Георгиевна кричит из-за запертых ворот. Цыганского пятого класса у нас нет, а в общий класс вам никто ходить не позволит. Уходите! Дети понимают, что их скоро заберет уже вызванный наряд полиции. Прощайте мечты о профессии. Этот сюжет основан на реальных событиях, имена изменены. Тысячи ромских детей в России, сотни в Украине и Молдове, Узбекистане и Таджикистане не могут получить полное среднее образование. Их держат в отдельных классах начальной школы, а в среднюю школу обычно просто не переводят. Когда педагогов, подобных Зинаиде Георгиевне, спрашивают, отчего из тысяч цыганских детей, учившихся за время ее директорства в начальных классах, никто не закончил вверенную ей школу, нам отвечают, так ведь цыгане и сами не хотят учиться. Образование – право каждого ребенка, независимо от его происхождения. Учить всех детей обеспечиваем равные стартовые возможности в жизни, обязанность педагогов и всех тех, кто отвечает за школьное образование.